Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! На телевизионном и радиоканале НВК Саха мы работаем в прямом эфире, телефоны нашей студии 320066 и 321166, пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Ну что же, а начать наш разговор мне все-таки хотелось бы с воспоминаний, да? Валерий Степанович, вы начинали работать в министерстве практически с самого основания Министерства внешних связей нашей республики. Что это было за время, что это было за период? Ну, это был такой период, да, очень сложный, такой переходный период, период вот таких перемен больших и больших ожиданий, да? Вот я начну с того, что в 90-м году и 27-го сентября был принят декларация о государственном суверенитете республики, а в декабре у нас, в 91-м году распался Советский Союз. И, конечно, несмотря вот те драматические события того времени, да, люди у нас в республике сохраняли, в общем-то, такой оптимизм, да, поскольку вообще вот очутилась, Якутия очутилась совсем других, новых совсем реальностей, да? И мы стали вот суверенной республикой, и которые самостоятельно должны были решать свои задачи, свои экономические, социальные вопросы. И в том числе у нас была вот задача именно выйти на внешний рынок. И тогда министерство, конечно, новое министерство, мы совсем молодые ребята, да, тоже с таким, с оптимизмом, даже где-то с радужными взглядами смотрели на мир и надеялись, что да, действительно принесем пользу нашей республике, что международные внешнеэкономические связи будут направлены именно на улучшение вот экономической нашей. И, а также, конечно, вот формировать благоприятный имидж. И в том числе вот мы старались выстроить, да, наши взаимоотношения с теми вот нашими партнерами взаимоверными, да, чтобы вот именно на основах принципов уважения, на принципах равенства и на принципах взаимной выгоды. Хорошо. Был проделан, конечно же, очень большой объем работы, который заложил основу министерства, да. Какими были первые шаги Якутии в международном мире? Ну, в первые шаги как раз у нас с министерства было того, что были направлены то, чтобы установить прямые деловые взаимоотношения с федеральными органами власти. И, прежде всего, с министерством иностранных дел России, с министерством внешних экономических связей. Конечно, когда развалился Советский Союз, конечно, был какой-то определенный период такого со стороны федеральных органов, да, может быть, какого-то замешательства, там, как нам выстроить вот эти взаимоотношения, да. И они, я помню, вот в мае 92-го года запланировали встречу такую вот с министрами внешних связей регионов, и заранее они отправили нам свои приглашения. И тогда, будучи вот наш первый министр внешних связей, Виталий Петрович Артамонов, пригласил нас всех, и нам поручил, да, вот подумать и подготовить свои предложения, как и свои соображения, да, как, каким образом нам выстроить на эти, вот встретиться и как раз обсудить какие вопросы. Я тогда предложил, вот Виталия Петровича говорил, необходимо создать координационный орган среди, вот в рамках федеральных органов власти. И он эту идею поддержал, и когда вот в мае это была встреча, и он эту идею высказал. И, конечно, через какой-то определенный, вот несколько было встреч, серии встреч, и вот этих серий встреч, и вот это они, федеральные органы это поняли. Да, и в 94-м году был, сперва был создан Министерство внешних экономических связей России, был создан координационный совет. А потом, уже в 93-м, да, был создан вот координационный, а в 94-м Министерстве иностранных дел был создан консультативный совет. И, конечно, вот это стало такой коллективным таким механизмом, да, для взаимодействия вот субъекта федерации. Я еще того, что в 90-м, ноябре 92-м году нами было подписано, мы подписали, да, наши министерства впервые подписали соглашение вот с Министерством иностранных дел России о взаимодействии, о совместном взаимодействии. Это, конечно, был первый такой документ, учитывая тот факт, что, да, вот у нас в том плане отсутствовала, да, правовой базы особой, да, вот, и, конечно, они заложили вот эти первые основы. И потом такое же аналогичное соглашение мы подписали с Министерством внешних экономических связей. И все это, конечно, вот на первых порах, это действительно сыграли вот будущее для эффективной деятельности нашего министерства. Хорошо. В 1993 году республика стала членом международной неправительственной организации северных регионов, Северный форум. И, кроме того, в 1996 году состоялись первые международные игры «Дети Азии». Действительно, это было очень интересное время, да, и была в то же время очень большая ответственность. Нужно было не только детей принять, да, но и организовать визиты послов, депмиссии в России. И вот как тогда участие МВС способствовало повышению статуса Якутии? И, конечно, вот международные, вот я курировал, да, отдел международных связей Якутии, да, и, конечно, у нас двухторонние отношения мы как раз курировали, да, и отношения на многостороннем уровне. Это, конечно, в первую очередь взаимодействие с международными организациями. Организация Северный форум уже существовала, и она объединяла вот регионов, северных регионов, да, и Якутия там, конечно, мы изъявили желание участвовать в этой организации, да, и выразили, и вступили в эту организацию тогда, да. Вот, что касается «Игры Дети Азии», да, и здесь наш президент Михаил Ефимович Николаев как раз, чтобы, ну, учитывая, ну, нашу геополитическую обстановку, да, что мы тяготеем азиатско-тихоокеанскому региону, вот, он выразил, чтобы необходимо провести такие игры, игры, вот, спортивные игры «Дети Азии». Но он это сказал как раз, это был, по-моему, в октябрь месяц, да, вот в 95-м году, четвертый квартал, да, представляете, и нам было поручено, нашему министерству, как раз поручено именно приглашение вот этих иностранных команд, и чтобы их участие, да, и, конечно, мы начали эту работу, но сложность в всем составила в том, что вот национальные комитеты, да, национально-олимпийские комитеты этих стран, азиатских стран, они уже сверстали свои бюджеты, о них были уже заложены, да, календарь спортивных игр, они уже все свои, как говорится, финансовые ресурсы, да, вот это, распределили и уже, и вот тут оставалось каких-то там пары месяцев и игры следовали. Это была сложность, и вторая сложность состояла в том, что обычно все спортивные игры, да, проводятся, календарь этих игр проводится именно на основе международных организаций. А здесь мы выступили, да, субъект федерации выступил такой инициативой масштабной, да, провести такие игры. И, конечно, здесь нам пришлось очень приложить очень максимум усилий, чтобы пригласить все эти команды, да. Я помню, приехало там 300 с лишним детей, были команды там из Китая, Японии, Южной Кореи, там, Таиланда, Казахстана, Киргизия и еще очень много российских регионов, вот. То есть, несмотря на сжатые сроки, вы справились со своим заданием. И там еще, еще я отмечу, эти игры прошли под патронатом, да, Безнародного Олимпийского комитета. И Хуан Антонио Самаранчо, вот тогда он был президентом МОКО, он направил здесь приветствие в адрес президента, да, Николаева. И он не только приветствовал, он наградил Михаила Ефимовича Николаева золотой медаль Олимпийского, Международного Олимпийского комитета. Поскольку эти игры были посвящены к столетию Олимпийских игр, и вот как раз наш заместитель приехал в Национальный Олимпийский комитет России, он это послание зачитал, это выручил, и вот в таком высоком уровне это все прошло. Действительно здорово. Айян Ильич, вы работали в министерстве с 1994 по 2001 годы. Расскажите, пожалуйста, вот вообще как начиналась ваша карьера, и почему вы решили связать свое будущее именно с этой профессией? Ну, получилось, между прочим, совершенно случайно. Я вообще выпускник историко-юридического факультета нашего университета 1994 года. И моя преподаватель истории, Светлана Васильевна Иванова, в то время, оказывается, для меня работала одновременно в Министерстве внешних связей, в отделе международных связей. И когда у нас была практика, она вот после всего пригласила меня и вот мою однокурсницу Фаину Алексееву в Министерство внешних связей пройти практику. И мы совершенно молодыми людьми, пятикурсниками, мне тогда буквально 22 года всего было, мы пришли в Министерство, и вот несколько месяцев проходили практику в Министерстве как раз в отделе международных связей, где работал Валерий Степанович. Ну, мы тогда были совершенно молодые, нам было все очень интересно. И как только в 1994 году мы защитили наши дипломы, уже вопрос о нашем распределении уже не стоял практически, нас обоих пригласили в Министерство, меня и вот Фаину Алексееву. И с тех пор мы начали работать. Но в этот же год, буквально этим же летом, наш министр Виталий Петрович Ратамонов меня и Фаину отправил на учебу в Москву на повышение квалификации. Это в Дипломатическую академию МИД России на двухлетнюю очную учебу, куда вот мы улетели, два года учились. И с 1996 года я уже продолжил работу в родном министерстве, как раз продолжил работу в отделе международных связей. Ну, чем, что запомнилось? Работа была аналитическая. Вот как сказал Валерий Степанович, наш отдел занимался, можно сказать, подготовкой документов для двустороннего сотрудничества. Мы готовили всевозможные аналитические справки для руководства республики, для министра, для нашего президента о тех или иных странах. Было очень интересно, завораживающе. Вот хочу повторить слова, потому что были огромные ожидания. Думали, что мы находимся в то время, на нужном месте, когда все поменяется в лучшую сторону. И вот были полны ожиданий и романтизма, можно сказать. — Был ли у вас наставник, куратор, который помогал войти в курс дела? И вообще, с какими известными людьми вам довелось работать? — Ну, конечно, хочу с благодарностью вспомнить первого начальника отдела международных связей. Это Татьяна Ивановна Оргунову, которая в те годы возглавляла отдел. Она в 1994 году, насколько я помню, перебралась в Великобританию. Были замечательные коллеги по министерству. Это Георг Михайлович Иванов, Вера Ивановна Сидорова, Светлана Николаевна Лещенюк. Ну и, конечно, личности наших министров. Это Виталий Петрович Артамонов. — Хорошо, об этом мы договорим в следующей части нашей программы. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сегодня Якутия осуществляет широкое экономическое, культурное, научное сотрудничество со многими странами. Активно участвует в деятельности международных организаций. 30 лет со дня основания отметила на этой неделе Министерство внешних связей республики. И поскольку история ведомства — это прежде всего его люди, то сегодня у нас в студии сотрудники, которые работали в МВС в разные годы. Итак, напоминаем, что наша программа одновременно выходит на телевизионном и радиоканале НВК «Саха». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии — 32 00 66 и 32 11 66. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. А мы продолжаем наш разговор. И к нам присоединяется еще один сотрудник Министерства внешних связей — Николай Андреевич Барамыгин. Добрый день. Добрый день. Хорошо. Так, ну, мы сперва, наверное, с Аяном Ильичем завершим то, что мы не договорили. Значит, мы начинали говорить о том, с какими интересными людьми вам доводилось работать в то время в Министерстве. Да, конечно. Хотелось бы сказать, что мне лично посчастливилось работать с тремя министрами внешних связей. Виталий Петрович Артамонов, Анатолий Яковлевич Яковлев и Александр Васильевич Мигалкин. Замечательные люди. Они все, между прочим, очень разные. Каждый оставил свою огромную роль в становлении и развитии внешних, ну, международных связей нашей республики. И, конечно, вот под их руководством я тогда и молодой специалист, и ведущий специалист, и главный специалист был, помощником министра, начальником отдела протокольной службы. Занимался, конечно, различными делами в рамках министерства. Особенно вот хочу вспомнить период, когда я возглавил отдел протокольной службы. Очень достаточно такая, достаточно сложноватая работа была. Это встреча иностранных делегаций в аэропорту, их сопровождение, подготовка. Там нюансов очень много. И сопровождение, подписание соглашений. Вот весь этот спектр работы выполнял наш отдел в те времена. Ну, это была очень важная работа, поскольку первый человек, который встречал, например, иностранцев на якутской земле, он, соответственно, создавал впечатление о самом регионе, о том, какая здесь культура. Так получается? Да, именно так и было, конечно, да. Хорошо. Какими качествами необходимо обладать будущему дипломату? Ну, помимо того, что необходимо знать иностранные языки, это как бы само собой, да, нужно быть очень пунктуальным, я считаю. Это обязательно. Человеком надо быть общительным. И человек, который интересующийся, надо иметь хорошее чувство любознательности, постоянно изучать, читать материалы и так далее, интересоваться историей, политикой. Тем, что происходит в мире. Конечно, да. Чем вам запомнились годы работы в личном, в профессиональном плане? Что они вам дали? Ну, для меня Министерство внешних связей — это практически второй альмаматор, потому что первая моя запись в трудовой книжке — это Министерство внешних связей. Я безгранично благодарен Министерству тем годам работы. Ну, это, конечно, связано всё-таки с молодостью. Я же хочу повториться, что начал работать в 22 года всего, представляете? Совсем молодым человеком. Да, и моё становление профессиональное вообще произошло именно в рамках Министерства внешних связей. Познакомился с замечательными людьми, с которыми до сих пор поддерживают дружеские, товарищеские отношения. И это уже навсегда. Спасибо. Николай Андреевич, давайте теперь к вам перейдём. В какие годы вы работали в Министерстве? И вообще, что это был за период? Ну, можно разбить на два периода, да, моё время работы в Министерстве. Первое — это я работал в представительстве Республики Саха-Якутия в Японии в городе Токио с 1993 по 2000 год, 7 лет. Вот. И второй период работы был, когда меня в 2003 году по указу Вячеслава Анатольевича Штурова назначили заместителем министра. И вот я работал в самом Министерстве с 2003 по 2008 годы, 5 лет. Хорошо. Действительно, вот как вы сказали, одним из направлений работы Министерства было открытие представительства регионов страны, ближнего, дальнего зарубежья, да, и в 1993 году одно из них открылось в Японии. Вот какие тогда задачи стояли перед вами? Ну, тут пример, да. Вот во время Советского Союза было заключено 9 соглашений между СССР и Японией, из которых 6 соглашений имели прямое отношение к Республике. Вот, ну, не имели отношения это вот по поставкам Щипы и Сахалинский нефть и газ. Вот эти три проекта, да. Вот, остальные 6 проектов, это было 3 проекта по поставкам леса из Дальнего Востока на Японию, потом сибирский природный газ по геологоразведке на нефтегаз на территории Республики. Вот, также освоение южно-якутских каменных углей, это строительство города Нерингри, железной дороги от Бама до Беркакита, вот, и угольный разрез. Это все было за счет японских инвестиций. Ну, и третий момент, это вот, кроме, когда закончился, ну, в смысле, распался Советский Союз, то есть, экономические связи с Японией, они продолжались. Вот, основной задачей тогда вот для нас было, это вот наш газовый проект. Тогда вот Министерство газовой промышленности СССР, тогда еще, да, вот Черномырдин был министром, вот, они в 91-м году вылетали в Японию, от республики принимал участие председатель правительства республики Климен Игоревич Иванов, вот, и там обсуждался проект «Восток-50». Вот, а когда Советский Союз распался, в 92-м году прилетала японская делегация, и мы рассматривали возможность продления вот этого соглашения, но уже напрямую с республикой, да. Вот, то есть, и в 94-м году мы провели первую за границей презентацию нефтегазового потенциала республики Саха-Якути. Вот, и с 95-го года ряд лет японская национальная нефтяная корпорация ежегодно вкладывала там несколько миллионов долларов на геофизические исследования на территории республики. То есть, это самое главное было. Второе, это, как вы знаете, вот, как я уже сказал, вот, Нерингри, Якутуголь, раньше экспортом угля занималось всесоюзное объединение «Союзпромэкспорт». Вот, и в 94-м году на переговорах при нашем содействии была изменена сторона генерального соглашения, и Якутуголь смог напрямую поставлять уголь за границей. Вот, ну и культурные проекты, там, и так далее, научные проекты, то есть очень много различных видов сотрудничества, которым мы занимались в Японии. Хорошо. В 2000-х уже активизировалась работа по налаживанию сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, и в это время вы уже работали в министерстве, да? Какие самые яркие события этих лет вам запомнились больше всего? Ну, я хотел бы отметить совместный российско-японо-якутский проект экспонирования головы юкагирского мамонта на экспо-2005 в городе Ногое, префектура Аичи, вот, в Японии. Это было в 2005-м году. Вот, ну, важность этого мероприятия олицетворяется тем, что когда был прием по случаю открытия экспо-2005, от малых стран приглашали только послов, от ведущих стран приглашали послов и представителей стран на экспо. Вот, из России пригласили трех человек. Был посол России, был представитель России на экспо, вот, господин Страшко, и был президент республики Саха-Якутия Вячеслав Анатольевич Штров. Вот, и он был единственный иностранец, который имел беседу с наследным принцем Японии, Нарухито, который сейчас стал императором Рейва, вот, Японии. То есть, как бы, вот, уровень отношений, да, который мы смогли достичь благодаря вот этому проекту. Ну, и далее, благодаря этому проекту, я считаю, что признание ЮНЕСКО, вот, нашего Олон-Хо, нашего якутского национального эпоса, нематериальным шедевром всего человечества, получило большое ускорение, потому что коэтира Мацуура, который посетил Якуск в 2006 году, да, он в свое время возглавлял японскую делегацию по определению места проведения экспо-2005. То есть, он, как бы, был связан с республикой через наше экспо. Ну, и, конечно, наверное, нужно упомянуть в то время обмен, который осуществлялся тогда между учащейся молодежью. Наши ребята, выпускники школ, например, получили возможность обучения за рубежом, и это тоже было очень большое достижение. Да, тут это, надо сказать, что во время суверенитета в 90-е годы был даже специальный департамент по подготовке кадров, который имел валютный бюджет, и несколько тысяч молодых людей из нашей республики получили возможность обучаться в лучших школах и университетах мира. Хорошо. А Ян Ильич... Вот буквально добавлю, да? Я сам лично в 92-м году в составе группы студентов Якутского госуниверситета, это была первая программа обмена, мы обучались в университете Аляски в Фербанксе. Да, вот. Хорошо. Какой совет Вы могли бы дать молодым, те, кто вот начинает карьеру? Ну, хочу, наверное, уже повториться. Надо вот, конечно, сейчас очень вызовов много, конкуренция очень большая. Конечно, для того, чтобы быть конкурентоспособным в любой сфере, надо быть очень грамотным, любознательным человеком. Отсюда вот, наверное, всё и будет исходить. Николай Андреевич, говорят, что главное оружие дипломата — это слово и умение построить свою беседу так, чтобы она проходила в интересах твоего государства. Вот Вы согласны с этим утверждением? Да, я полностью согласен. И я считаю, что примером для дипломатов является известный французский дипломат Маркиз Толеран, который мог так сказать, что в результате никто не понимал, чего он хочет, чего он хотел сказать. И, в конце концов, даже сам запутался. Ну, то же самое, например, был министр иностранных дел Великобритании, Лорд Грей, да, перед Первой мировой войной, да, тоже был очень косноязычный и так далее. Поэтому это с одной стороны. Но с другой стороны, когда надо чётко защищать интересы своей страны, Родины, то есть надо уже конкретно чётко выражать свои мысли, чтобы сторона на переговорах понимала твою позицию. Ясно? Хорошо. А, Ян Ильич, поздравление сотрудникам, тем, кто работал и продолжает работать, может быть, в Министерстве внешних связей нашей республики. Да, с большой теплотой хочу поздравить всех коллег по Министерству внешних связей с этой замечательной датой. Как раз есть возможность вспомнить наши годы работы, нашу дружбу, вот то время, когда всё это остановилось. Всем хочу пожелать здоровья, благополучия, до следующих встреч. Мы всё равно общаемся, у нас есть эта возможность. Министерство нас всех познакомило в своё время, и мы это продолжаем. Хорошо, дорогие друзья, впереди вас вновь ждёт блог рекламы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сегодня Якутия осуществляет широкое экономическое, культурное, научное сотрудничество со многими странами. Активно участвует в деятельности международных организаций. 30 лет со дня своего основания отметила на этой неделе Министерство внешних связей нашей республики. И поскольку история, как мы уже говорили, ведомство – это прежде всего его люди, то сегодня у нас в студии сотрудники, которые работали в Министерстве внешних связей в разные годы. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире, вы можете позвонить к нам в студию по телефону 320066 и 321166. Ну что же, мы продолжаем нашу программу и наш следующий собеседник. И мне очень приятно, что это именно женщина, знаковая личность Якутии, Анастасия Николаевна Бажетонова. Здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что в своё время вы сказали, что каждый человек должен на определённом этапе своей жизни выйти из своего маленького мира. А когда вы сами для себя открыли мир? Когда начали в школе ещё изучать французский язык, это раз. Во-вторых, когда я поступила на французское отделение факультета иностранных языков, правда, тогда оно называлось романо-германское отделение при историко-филологическом. И когда реально мы получили счастливую возможность поехать на стажировку французского языка в Париж в 1969 году после третьего курса. Вот тогда было видно, как другие люди живут, как разговаривают, как общаются, что такое их культурные, исторические ценности, языковые, их литература, искусство, кино, мода. И хотелось, чтобы у нас также, ну, если не совсем так, но было развитие, было приближение, что ли, к таким мировым стандартам хорошей и нормальной жизни. Каким был ваш первый опыт работы с иностранцами? С иностранцами первый опыт был, вы знаете, смешно, маленький эпизод. Это было в 1969 году, приезжала группа кубинских борцов. И нас несколько девушек, ну, кто хорошо учился, типа, поставили, типа, переводить. Мы не переводили им, потому что у нас французский язык, у них испанский. Но мы выучили несколько слов, и мы готовились рассказать о своем городе, о своем университете. И просто мы видели, первый день здоровались, после этого мы перестали с ними общаться. Ну, как бы у них чисто спортивные дела пошли. Второй раз, это когда уже на стажировке, а третий раз, когда уже дела пошли по созданию Международного детского фонда и по женским вопросам. Участие в конгрессах, на конференциях. Правда, я выступала на французском языке, я боялась. Английский, он у меня был слабый. И там переводили на английский, если надо было. С чего началось открытие мира вот именно в профессиональном плане для вас? Это началось, знаете, когда непосредственно, я не скажу, участвовала, но когда я видела, чувствовала, принимала гостей. Когда Фербенкс из штата Аляска, Соединенных Штатов, установили, приехали люди, мэр и переводчица установить побратимство городов. Это было такое массовое народное дело. Это, как говорится сейчас, народная дипломатия. Приезжали целыми самолетами и ездили наши целыми самолетами. Это вот видеть, как они общаются, как они живут, как их кормят, куда возят, где наши достопримечательности исторические. Это раз. Во-вторых, конечно, самое серьезное, когда меня саму отправили в ту же Аляску. Одной из больших, скажем, работ для вас было создание фонда «Дети Азии». Вот какие задачи тогда стояли перед вами? «Дети Саха Азии» – это было очень серьезное дело. Президент Михаил Ильич Николаев однажды к себе вызвал и сказал, создаете международный детский фонд благотворительный. Я стою, молчу, потому что как-то страшно. Мы сами комитет только-только создали. И он говорит, а вы хоть знаете, что для этого нужно? Я говорю, ну, устав. Устав, наверное, надо писать. Вот он говорит, ну, все, найдите и делайте устав. Открывайте счета, поезжайте, знакомьте со своими юнесковскими и начинайте работать. Это было очень серьезное, абсолютно новое задание. Но смогли. Нам помог комитет под радметалом. Это Карл Николевич Васильев, Ким Петрович Аргунов. Когда они поехали в Англию, они меня взяли с собой. И я там видела, как они работают. И от их прямых как бы партнеров пришлось просить деньги, помощь, поддержку впервые создаваемому у нас детскому благотворительному международному как бы общению фонду. Ну, фонд тогда начал работать, работает и действует сейчас, в данное время. И сейчас работает. Я просто счастлива. Это очень большое достижение. Еще одна большая работа – это представительство Якутии в рамках Северного форума. Какие проекты тогда были реализованы? Ну, до меня там работал Александр Васильевич Мигалки. Он работал хорошо, но когда надо было найти министра для внешних связей, его отозвали обратно. Дело в том, что Александр Васильевич Мигалкин закончил английское отделение. У него английский язык был. Он политически подкованный, управление. И работал в Америке тоже в том же секретариате, куда меня отправили. Вот. С чего началось? Первые проекты в основном были экологического характера. Охрана окружающей среды. Там же были социально-экономические развития. Чем бы способствует, допустим, авиация на севере, строительство дорог на севере, строительство жилья на севере. Там были очень серьезные социально-культурные проекты. Допустим, это партнерство школ. Это поездки наших артистов, в смысле ледовых скульптур. Скульпторы ездили. Потом у нас был очень серьезный проект по борьбе или, скажем так, по профилактике и реабилитации зависимости. В данном случае с алкоголизмом. А это была проблема не только у нас. Она была и, допустим, в Канаде, и везде. Это был такой проект больной для всех. Мы работали по этому проекту. Телемедицина. Правда, очень долго мы работали, но мы неплохо работали. Мы ездили, своих врачей туда возили, оттуда специалистов привозили. По российским регионам возили. В Корею Южную, Аляску, Сиэтл. Университет штата Вашингтон-Сиэтл. У них есть медцентр. Там одно время работало пять нобелевских лауреатов. Представляете? И вот такие вот большие проекты. Ну и были проекты двустороннего характера. Но Северный форум в основном тогда занимался теми проектами, которые интересовали несколько регионов. Требование было не менее трех регионов. Если согласны работать вместе, вот тогда он рассматривался, этот проект. И разрабатывался план, поиск средств. В основном это регионы сами находили. Но секретариат сам искал тоже гранты разные. По некоторым проектам мы находили, допустим, по зоопаркам. Как ни странно, сразу получили существенные средства по проекту Северные зоопарки. И мы еще в секретариате, помню, сидели, шутили. Но зоопарки это самый менее политизированный проект. И все помнят, хоть кто, хоть на каком уровне ответственности, государственный служащий, быть даже президент. И дети простые, они все были когда-то в зоопарке. Они все любили животных, маленьких, дрессированных. Поэтому для них этот такой проект, самый безобидный, самый хороший. И тут же дали деньги. Ну и на другие проекты, когда удавалось находить деньги, но в основном с самого начала Северный форум сделал так, чтобы регионы сами находили средства для тех проектов, которые для них важны. Ну и дальше разные проекты мы находили, допустим, под Арктическим советом. Есть другая организация, знаете, она крупнее Северного форума, потому что она на государственном уровне. Это восемь арктических государств. Эта организация была создана после Северного форума, пять лет спустя. И мы еще шутили. Лично мне нравится эта идея, что Северный форум, он для регионов, регионов больших стран, но находящихся только на севере. И они имели схожие проблемы, климатические условия, природные проблемы. И поэтому они первыми ринулись на это. А большие ребята федеральные, они поняли, что вот так только Северный. Это ООН, это одно, там еще что-то. А вот именно Северные регионы до этого не объединялись еще, государства. И вот они объединились. Но у них были большие вопросы, большие проекты, большие задания, мечты. А на деле их реализовывали на региональном уровне уже наши организации. Многие проекты. Я об этом даже выступала специально. Еще одна грань работы, это Комитет по делам ЮНЕСКО. Тоже. Да, это начало, кстати. Я почему-то об этом... Вот когда было создано Министерство внешних связей, это вот 19 января 1992 года, Виталий Петрович Артамонов, он был сопредседателем ЮНЕСКО нашего, а председателем был президент Николаев. А когда Артамонов стал министром, он должен был освободить эту должность, должен был полностью сосредоточиться на создании нового, до сель никогда не существовавшего министерства. В истории нашей республики, нашего народа, это вообще первое министерство. Он работал очень хорошо. Это вообще был эрудированный, хорошо образованный, самостоятельно думающий, находчивый в любой ситуации, на любом высочайшем посту. И вот он уходит, ему велено найти другого. И вот он нашел меня, потому что мы вместе учились 5 лет. Вот. И я стал работать в ЮНЕСКО. Эта работа была очень интересная. Я бы хотела работать там. Я бы до сих пор работала бы там. Ну и в завершении нашей программы, как все-таки женщине добиться успеха в дипломатии? Буквально в двух предложениях. Мне кажется, женщине очень даже просто быть. Во всяком случае, дипломатия, она ведь состоит из разных направлений работы. Но такие вопросы, как Сергей Викторович Лавров сейчас решает, это, конечно, страшные вещи. Но есть и другие миротворческие, такие добрососедские разные проекты, которые женщина тоже могла... Есть женщины, да? Хорошо. Мы благодарим вас за очень интересную беседу, дорогие друзья. Это была программа «Якутск. Сегодня». Её подготовила и провела редактор Сергея Анатольевна. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова